мальчики и девочки почему они разные он родился она родилась первый крик ребенка и первый радостно тревожный вопрос мамы кто у меня мальчик или девочка сияющий молодой отец открывает дверь и первый вопрос близких ну кто и гордый ответ отца мальчик или счастливый девочка ждем не просто ребенка вообще мы пытаемся загадать какого пола он будет и торжественно покупаем розовую или клубу ленту соответствующие распашонки чепчики нам очень важно будет это сын или дочка потому что пока он не родился мы думаем о будущем мы представляем его то малышом топающим рядом с нами в забавных пречках на помощь их то малышкой красивом платьице и с пышным бантом то мы видим его или ее школьниками ту юношей и девушкой и мы понимаем что от того будет наш малыш мальчиком или девочкой зависит как сложится его да и наша жизнь но вот он родился наконец все родные друзья и знакомые уже знают что у вас сын или дочь страсти утихли и началась полная забота жизнь которая казалось бы мало еще зависит от того какого пола ваш ребенок те же пеленки те же бессонные ночи проблемы с кормлением и важность пола постепенно отходит куда-то далеко на задний план а может и действительно малышей до какого-то возраста нет разницы и мальчики развиваются также как девочки но до какого возраста до тех пор пока они не превратятся в юноши и девушек скажете нет конечно раньше подростки когда у них начинают развиваться вторичные половые признаки уже разные так значит до 10-12 лет но вспомните в какие игры они играют уже в дошкольном возрасте даже если от старшей сестренки осталось много кукол ваш мальчишка редко берет их в руки а дочка значительно меньше брата интересуется машинками и солдатиками даже девочка в год полтора года уже качает в руках куклу а мальчик ползает по полу с машинкой громко гудит а рисунки девочки пяти лет заполняют альбом бесконечными принцессами а мальчики машинами сражениями и никогда наоборот счастливые родители которые имеют детей разного пола и воспитатели детских садов подтвердят это и так все дети развиваются по-разному и уже году различия в развитии психики мальчиков и девочек достигают такого высокого уровня что проявляются в поведении в такой сложной деятельности как игра а это значит что у них по-разному организованы психические процессы по-разному функционирует мозг этот важнейший человеческий орган от развития которого зависит каким станет ребенок какой будет его интеллект насколько будет богата его эмоциональная сфера хороша ли будет у него память какие особенности мышления будут ему присущи а мы хотим мы того или нет самого первого дня не только ухаживаем за телом ребенка но и участвуем в формировании его мозга но одинаковые результаты мы получим одинаково воспитывая мальчика девочку одинаков ли изначально их мозг мы хорошо знаем что мальчики при рождении обычно крупнее девочек головку не больше больше вес но для разных детей все эти показатели могут перекрываться и ваша дочка может весить больше соседского мальчишки единственное отличие которое нас не обманет половые органы сразу оговоримся что речь не идет о грубой патологии стоит запеленать ребенка или одеть ползунки вот и нет половых различий так ли это записывая биотоки мозга у совсем крошечных малышей новорожденных и детей первых месяцев жизни мы убедились что мозг мальчиков и девочка уже в этом нежном возрасте работает не одинаково и в большинстве случаев проанализировав взаимодействие электрических потенциалов разных областей коры мозга моторных зрительных слуховых или ассоциативных мы можем с большой долей вероятности сказать какого пола этот ребенок но ведь они только родились мы еще так мало успели дать им мы еще почти не начали их воспитывать они уже разные их мозг готов впитывать информацию готов воспринимать и анализировать все что его окружает и в первую очередь лицо голос прикосновение матери оказывается органы чувств младенца уже настроены определенным образом из всех звуков он выделяет звуки человеческого голоса настроен именно на эти частоты из всего зрительного ряда выделяет человеческое лицо но уже на первом месяце жизни процесса восприятия анализа информации мальчиком и девочкой различаются а как же наше одинаковое восприятие маленького сына и маленькой дочки да нет одинакового восприятия мы взрослые тоже дети природы и интуитивно чувствуем разницу в их зарождающейся психике и немного по-разному разговариваем с сыном и дочкой используем немного отличающиеся жесты мимику но не у всех родителей это проявляется достаточно четко у большинства очень скоро интуицию направленную ребенка вытесняют чувства связанные с собственным комфортом или дискомфортом специальные исследования показали что родители чаще ругают мальчиков и более ласково с девочками даже если детям только по два года видимо их раздражает излишняя подвижность мальчиков их выраженная поисковая активность всюду лезут все ломают портят то есть на половые различия психики детей мы реагируем разным к ним отношениям но есть и другая сторона свое отношение к ребенку мы подчиняем выработанным педагогическим правилам и тогда прощая интуиция ребенок в два года должен уметь и мы все силы бросаем на то чтобы умел а какой ребенок мальчик или девочка в педагогической литературе этот вопрос обычно даже не ставится ведь это важно даже очередность созревания разных психических функций у мальчиков мальчика девочки разные девочки обычно на а раньше начинают говорить и все дальнейшее все дальнейшее развитие психики проходит на фоне оречевления а у мальчиков то же самое происходит еще на наглядном образном уровне это скажется в дальнейшем на особенностях уровнях развития мышления речевого образного пространственного логического или интуитивного значит уже в раннем возрасте нельзя подходить с одной меркой к развитию психики мальчика и девочки но во многих методических пособиях рекомендациях учебниках книгах мы видим немалимые ребенок в один год должен в четыре года должен 7 годам должен и приводится с таблицы по взрастам что должен уметь бесполый ребенок а вот таблицы таких сравнительно мало существенных для будущей жизни ребенка да простят нас педиатры показатели как рост и вес составлены отдельно для мальчиков и девочек значит вес тела разный вес мозга соответственно разный а все то ради чего существует это тело этот мозг то что является результатом их деятельности произвольное движение восприятие анализ информации мышление память одинаковые конечно нет ну предположим мы вас убедили хорошо скажете вы ну и что же пусть они разные но что это меняет чем поможет мне это знание мне как родителю или как воспитателю учителю не торопитесь мы вместе с вами сделали только первый шаг на пути к пониманию сложного мира мальчика и не менее сложного но совсем иного мира девочки это только первая глава книги который мы надеемся ответит на многие ваши вопросы поможет открыть эти два мира к сожалению каждый из нас сам смог побывать только в одном из миров кто-то из вас еще помнит как был маленькой девочкой а кто-то мальчишкой да это много уже забылось нам не дано самим побывать мире иного пола пожить его проблемами почувствовать его переживания поболеть его болезнями проникнуть мир его мысли понятия отношений негласных правил и поэтому иногда нам кажется что этого второго мира и нет может быть на словах мы согласны а чувство не получивший уроков той другой чужой жизни жизни представителей противоположного пола противится дети есть дети и я был маленький помню что я никогда к сожалению у нас нет другого образца кроме самих себя с этим образцом а образцом ли мы сравниваем своих детей или детей своего класса группы и мальчиков и девочек но если не дано нам пожить в этом чужом мире то попробовать поменять его мы обязаны если хотим понять ребенка помочь а не помешать ему раскрыть те уникальные возможности которые даны ему своим полом если хотим воспитать мужчин и женщин они бесполых существ потерявших преимущество своего пола не сумевших приобрести несвойственные им ценности чужого пола и так вот они перед нами мальчики и девочки попробуем заглянуть под покров тайны раскроем для себя загадки мира мальчиков и мира девочек